Девушки отдыхают Весь город в автокатастрофе погибли 10 детей и двое учителей. Тысячи местных жителей с цветами стояли на улице на морозе, ожидая своей очереди отдать дань памяти погибшим. В воскресенье автобус, в котором находились дети, столкнулся с грузовиком под Ханты-Мансийском. В нем ехали ученики спортшколы, которые возвращались с соревнований по акробатике домой. Уже задержаны 4 человека – директор спортшколы, водители автобуса и грузовика, а также владелец автобуса. Директор спортшколы обвиняется в том, что она не уведомила ГИБДД о перевозке детей и плохо организовала саму поездку. Сирийская армия близка к тому, чтобы полностью захватить город Алеппо. Наступление сил Башара Асада продолжается при поддержке российской авиации. Правительственные войска захватили еще 15 кварталов восточного Алеппо и сейчас контролируют весь исторический центр – старый город. Повстанцы заявили, что никогда не оставят Алеппо. Это произошло вскоре после того, как стало известно, что американские и российские дипломаты готовят встречу для обсуждения условий сдачи города оппозиции и эвакуации повстанцев. Сегодня вечером в Гамбурге ситуацию в Алеппо будут обсуждать российский министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Между тем, сегодня стало известно, что в Алеппо погиб российский военный советник, полковник Руслан Галицкий. По данным издания Байкал-Дейли, Галицкий был командиром 5-й гвардейской танковой бригады, дислоцирующейся в Улан-Удэ. Украинская пресса сообщает, что эта бригада воевала в Донбассе. Он стал 23-м россиянином, чью гибель в Сирии подтвердили официально. Журнал «Тайм» назвал Дональда Трампа «Человеком года» после неожиданной победы над Хиллари Клинтон на президентских выборах США в ноябре. Сам Трамп уже заявил, что для него это большая честь. Журнал «Тайм» заявил, что «Персоны года» всегда выбирает человека, который оказал наибольшее влияние на весь мир, неважно, положительное или отрицательное. По словам редакторов «Тайма», в этом году таким человеком, безусловно, стал Трамп. Не только потому, что он выиграл выборы, но и то, каким образом он это сделал, перевернув с ног на голову всю американскую политику. Украина должна постепенно становиться восточным флангом НАТО. Об этом заявил сегодня в Брюсселе украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Там прошло заседание комиссии Украина-НАТО. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг призвал к продлению санкций против России до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства по урегулированию на Украине. Климкин отметил, что Украина и НАТО будут обмениваться разведывательной информацией, а также усиливать планирование и проводить совместные учения. Мы должны двигаться вперед, чтобы Украина могла шаг за шагом становиться восточным флангом НАТО. Дело не только в получении новых знаний и опыта от стран НАТО. Мы также можем обмениваться и собственным опытом, поскольку мы гораздо лучше понимаем тактику России по ведению гибридной войны. И мы можем обмениваться этими тактическими знаниями и стать частью сети НАТО. У здания Генпрокуратуры в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку Эльдара Дадзина. Сегодня ровно год со дня вынесения ему приговора за неоднократное нарушение закона о проведении митингов и пикетов. Несколько десятков активистов пришли к зданию Генеральной прокуратуры, требуя немедленного освобождения Эльдара Дадзина. Участники одиночных пикетов держат в руках плакаты с призывами наказать ответственных за применение пыток в Сегежской колонии номер 7, в которой до недавнего времени находился Дадзин. На месте дежурят полицейские. Они пытались помешать развернуть плакаты с надписями ИК-7. Это концлагерь им. Эльдар Дадзина на Путина. Сегодня ровно год. Сегодня ровно год, как Эльдар Дадзин осужден на три года после апелляции на два с половиной. И он находится сейчас в неизвестном направлении. После того, как были опубликованы сведения о том, что его пытают в ИК-7 в Карелии. Мы вышли, чтобы поддержать Эльдара, потому что он наш друг. Международный Олимпийский комитет продлил санкции в отношении России. Эти ограничения касаются проведения в стране любых спортивных соревнований. Чиновники призывают всей федерации заморозить подготовку к турнирам в России. Никакие соревнования, включая чемпионаты мира, Олимпийский комитет организовывать и поддерживать не будет. МОК предлагает искать для проведения другие страны. Подобные ограничения ввели еще в июле. Раньше они действовали только до конца года, но теперь санкции ввели бессрочно. Таковы главные новости к этому часу. С вами была Мелани Бачина. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok